Мусафор Кельси Крымско-татарская кухня самобытна, она необычна и, конечно, она отличается тем, что у нас есть чебереки знаменитые на весь мир, Тавалухом, которые, я думаю, что не у всех есть народов, и, конечно, это Юфахаш. Когда приезжают туристы, когда они приходят в заведения общего пользования, такие как рестораны, которых сегодня очень много, что они заказывают? Они заказывают чеберек и они заказывают Юфахаш, потому что это все-таки визитная карточка нашего народа, и такого блюда нет ни у кого. Таких блюд. Только у крымских татар. Юфахаш, яни Уфахаш, Крым татарларының мили емегі. Бельменлер күчек этап япылғаны и чум, она более ад берылды. Венна филе дегіл, чунки онын япылмасы куйым усталығынен кияслана. Юфахашқа чешы тұрлы айтавар. Уфах, юфах, юфах. Амма, юфах версиясы, белесем халқ арасында чок чараст келе. Мераклы факт, шу лезетлі ашнын секіз ады бар. Ялы бойлылар, она тупича ве татараш дейлер. Чөлілер, яни ногайларуна, бокчачы, кашық бурек, сыкма, табак бурек, татларысе, юфахаш, ядақ, кашық аш айтавар. Чөк ұсы шевелер, әсасен онын көлеміні, ве шекліні айрыча көстері. Юфахаш күрім татарларының ән чебер милли емегідір. Асвада бұ, көнін япылған күчік белменлерінің шорбасы. Келінісоны берабер япайық. Етапы приготовления, это, во-первых, мы замешиваем обычное тесто, добавляем туда яйцо, если есть, если нету яйца, я знаю, что раньше бабушка делала и вообще без яйца, то есть обычное пресное тесто, это фарш, мелко-мелко нарубленый лук, затем раскатывается тоненько тесто, нарезается где-то сантиметр на сантиметр наше квадратики, Выкладывается фарш ложечкой и затем начинаются лепиться эти маленькие-маленькие пельмешки юфахаш Затем готовим бульон, поджариваем лук и кидаем в кипящий этот бульон наши юфахаш, наши маленькие пельмешки Еще одна особенность, в нашей семье по традиции мы только поджариваем лук на масле Раньше тоже масло было какое-то было, или ашьяга смешанный с топленым маслом, потому что растительного масла тоже, да, ну не сразу оно было Или это смесь, ну как бы вот растительного ашьяга и топленого масла, ну мы готовим на топленом масле И обжаривается лук и все, и в этом, вот в этой воде, как бы в этом бульоне отвариваются эти пельмешки И чем меньше пельмешки, тем меньше у нас юфахаш, тем вкуснее получается суп Эски вақытлары, кызларыны софра башына отыртып, оларға күчік пельменлер, яни юфа қашны япыштырмаға вазифе бергенлер Олар шен ерлар, ве мераклыс убетлер девамында, ойз усталығыны көстере еділер Олар шен ерлар, ве мераклыс убетлер девамында, ойз усталығында, ойз усталығында, ойз усталығында, ойз усталығында Мен сені, тез ол пешімден қалмам, салласанна, салласанна, яғлғыны, бір мектупчик білдерседе саллығыны Мен салласанна, салласанна, яғлғыны, бір мектупчик білдерседе саллығыны Юфахаш Т.е. она готовила мужу и родственникам мужа, это традиционное блюдо, это маленькие пелемешки и в ложке по традиции должно было поместиться не меньше 23 штук. Но, конечно, сегодня мы уходим от этих традиций и поэтому в самом лучшем случае это 14 штук, которые помещаются на ложке. В нашем, опять-таки, случае татараш мы готовим редко, больше мы делаем джевузляш. То есть это те же пельмени татараш, только они не скручиваются, они остаются треугольными. Затем перекрученный джевуз, орех грецкий, значит, посыпается вместе с и поливается растопленным маслом. Это очень вкусно. Сегодня готовить это одно удовольствие. Действительно, когда ты готовишь еще и блюда свои, какие-то исконно крымско-татарские, и передаешь по наследству преемственность поколений от матери к дочери, от дочери к внучке. И я думаю, что вот эта преемственность поколений, она, наверное, вместе с едой передает и не только национальный колорит, но и какую-то генетическую память все-таки. Потому что вот почему у крымских татаров практически нет блюд из грибов. Да, то есть, потому что наши предки по каким-то причинам, они не ели грибы, боялись, наверное, их, поэтому и не солили грибы никогда. Тогда как все остальное, это и мясные блюда, это хамараж обязательно, чебирек, кобетелер, да, и сегодня вот тоже, когда мы приготовим суп, обязательно я вас сегодня угощу, это и помидоры соленые, и торшо с баклажан. То есть, ну, такие блюда, они и не только украшают дом, но и показывают гостеприимство хозяйке. Ну, и, конечно, своя кухня национальная, когда хозяйка в доме умеет, не только, да, она внешне красива, душа у нее красива, дома у нее там чистота и порядок, но когда она искусная мастерица, когда она действительно вкусно и готовит, то, конечно, это говорит о ее мастерстве как о хозяйке. И такой дом всегда приятно прийти. Кырым татар емеклері, энді чоктан берлі кырымның декатына ляй қолған шейлерінден бір олып, муимлигіне көре онын сарайлары ведеулбер табиатындан қауышмай. Халкымызның ань-аневи ашларында өзінің ақысыны чеші түрлі халкларының нағмелері де қаудырды. Субэтник группаларымызның емеклерінде өзіне хас олған хусусиетлер де барыды. Месал олара, ялы бойлы ве татварының софрасында себзе, мейва ве балық чоқча арас келген. Чөлілер ісе әксериетлі әтлі ве сүтлі ашлар ашаған вар. Умум халк емеклері ныйсі ватанымызның әрбір көшесінде пұшыргенлер. Адеттінже бұл қой ве тувар әтінден япылған хамыр ашлары олған. Шу адет бұл күнде білей ашамақта. Ама, насыл аш ол сада, әрбір әсінде пұр үмуми ингредиентнен олмасы шартыр. Самое главное, всегда, я говорю, все, что делаете, делайте с любовью, потому что еда в особенностях, она несет в себе этот заряд, этот посыл. И поэтому, когда она еще приготовлена с такой любовью, с добротой, конечно, она и напитывает человека, собственно, тем же самым. Музыз бұл кебабы. Бұл қыр-күр-күрі жау. Бұл қыр-күрі жау. Бұл қыр-күрі жау. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok